С 1 января года нынешнего плательщики налога на добавленную стоимость должны представлять налоговую инспекцию декларации по налогам по установленным форматам в виде электронного документа. Данная норма распространяется на всех субъектах предпринимательства, независимо от количества работников, как на юридических лиц, так и на индивидуальных предпринимателей, в том числе являющихся плательщиком единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц и уплачивающих НДС фиксированной суммы. Таким образом, плательщики налога на добавленную стоимость в 2014 году должны подключиться к системе электронного декларирования и представлять налоговые органы декларации в электронном виде по всем налогам. Снижение временных затрат на подготовку и представление в налоговые органы отчетности, сокращение бумажного документа оборота, уходит в небытие необходимость явки в налоговые органы лично при полной гарантии безопасности и конфиденциальности представляемых сведений. Таковы преимущества. Нужно учесть и тот факт, что система электронного декларирования постоянно совершенствуется. Пользователи системы электронного декларирования, помимо налоговых деклараций, могут направить в налоговый орган в электронном виде обращение о разъяснении налогового законодательства, получить информацию о том, к какой группе риска по установленным критериям относится плательщик, направить запрос о переносе срока проведения плановой проверки или заявить о желании зачесть либо возвратить излишние платежи, а также многие другие. Учитывая все вышесказанное, неудивительен тот факт, что число пользователей системы электронного декларирования постоянно растет. Только в Московском районе областного центра ее услугами пользуются около 4000 субъектов хозяйствования, в том числе более 1700 организаций и порядка 2000 индивидуальных предпринимателей. Цифры не маленькие, а значит, услуги системы электронного декларирования оценили по достоинству. Дополнительную информацию можно получить на сайте или по адресу город Брест, улица Комсомольская, 34.